шалом дорогие друзья студия уазис медиа мы продолжаем разбор откровение от и она и мы закончили 13 главу напоминаю относиться к этим текстом как введению если вы имеете противоположное моему пониманию ничего страшного никто никого не обижает там где есть несколько человек там должно быть быть много мнений и слово божье достойно многих многих интерпретаций и многих пониманий поэтому нормально чтобы мы могли разбирать изучать 14 глава прошлую главу мы закончили с числом шестьсот шестьдесят шесть и я сказал что шестьсот шестьдесят шесть я не понимаю это как просто числа которые там шестерка 618 вместе там еще это в другого или как штрих-код понимают но на шестой день был сотворен человек еще и 6 это как бы усиленное человеческое решение двигаться козлу противостоять творцу подобное мы встречаем когда строилась вавилонская башня собралась толпа людей вокруг человека по имени нимрод как говорит еврейская традиция нимрод от слова восстания сказали мы пойдем против творца построим башню до небес чтобы даже если потоп произойдет в бугле в грядущие дни еще один мы там наверху убережемся потому что он будет выше вот потопа и попытались это сделать господь разрушил опять следующая стройка мы про него читаем прочитали в 13 главе и в противоположность этому 14 глава и я увидел вот стоит огнец на горе сион и с ним 144 тысячи тех у кого на лбу написано его имя и имя его отца понятно про кого здесь написано и шоу а машинах сын божий и творец всего как там это все видел и он очень сложно понять бога не видел никто никогда имеете виду отца творца сына божьего и шо вот он видит и он видит сто сорок четыре тысячи реально ли это сто сорок четыре тысячи я сомневаюсь в этом свидетели и говы так учат но я не свидетели и говы поэтому так не учу ничего против них не имею или имеют они имеют отношения но сто сорок четыре это больше какое-то комплектное какое-то завершенное число праведных людей прочитаем дальше и услышал с неба голос подобный грохоту водопада подобный грохоту грома голос который ослышал как бы звук арфы который на когда они играют арфисты они поют новую песнь перед престолами перед четырьмя существами и старейшинами никто не мог выучить эту песню кроме 144 тысяч выкупленных из земного плена то есть какая-то песнь на каком-то непонятном языке никто не мог ее как что же там такое ну у меня нет однозначного понимания могу только поиграться предположениями тетраграматон это одно из имен господа бога с которым он открывает себя моисею помните в исходе он говорит с этим именем я тебя себя открыть тебе себя открываю авраам знал меня только с именем эл шадай и в еврейской традиции считается что имя тетраграматон знали как к произносить только коганима точнее первосвященник и передавал это своему сыну по наследству и когда объем кипур заходили в святое святых первосвященник мог произносить это имя возможно там в другой реалии когда раскрыта больше способность людей приближаться к богу когда зла нету когда вот он творец вот он оправдывающий спаситель первосвященник наш еще и за ним его люди опять повторюсь я не думаю что сто сорок четыре тысячи это число я думаю что это больше говорит о огромном числе и количестве людей удостоенных великой чести перед богом но возможно это и иначе непонятно и они каким-то образом постигли секрет тетраграматона и если они провозглашают какие-то слова если это не где-то ангельские языки то возможно не просто правильно произносят это имя и когда произносится это имя в еврейской традиции считается что могут прозвать различные знамения и чудеса и дальше дается такой в четвертом стихе это те кто не сквернился с женщинами но сохранил свою чистоту это те кто следует за ягненком куда бы он не пошел этот стих немножко напряженный осквернился с женщинами ну понятно если это блудницы проститутки или чего-то такого то это скверно но плодись и размножайся это были слова повеления творца к каждому человеку и по сути жить правильно со своей женой апостол павел даже говорит не уклоняйтесь кроме поста и молитвы от своих супругов и кто манипулирует сексуальными отношениями для достижения каких-то целей то совершает перед господом богом большой грех значит что же здесь такое предполагается я не могу придумать что здесь предполагается может быть говорится на зерым монахах которые еще с древних времен были призваны к мажа в монашеском образ жизни мы читаем об этом в туре если кто-то посвятил себя на зеруту или чего-то такого хотя и назиры обычно посвящали себя в какое-то служение и были отсечены как бы от других людей жизнь женщин только на какой-то период времени поэтому вот именно вот это место для меня не вполне понятно кто они поживем успе увидим не знаю их выкупили из числа остальных людей их предложили богу ягненку как начаток на устах их никогда не было лжи эти люди не порочные ну вообще какие-то вообще не люди получается никогда не было лжи никогда не были не порочны то есть но я не знаю ни одного человека кто никогда не солгал бы самые честные которые обманывают даже полиграф где-то врали то есть но нет такого мы знаем таких всего лишь несколько имен в писаниях когда мы читаем про еноха или про врама надеюсь что так промоше может быть им приходилось обманывать ешуа ну еще кто-то там кого я забыл учесть но здесь написано чисто 144 тысячи где такое можно найти короче говоря вот эти вот стихи сложно понять кроме того что частью наверно той песни было произнесение тетраграмматона потом я увидел другого ангела летящего в поднебесь и с вечной радостной вестью чтобы возвестить и обитателям земли всякому роду племени наречию народу мне видятся эти стихи более понятными вы знаете еще дал когда-то свое время очень четкое повеление чтобы его ученики или ученики его учеников и так далее ученики ученики учеников учеников могли двигаться по всей земле чтобы разнести благую весть но мы знаем что сегодня когда мы живем в двадцать первом веке когда проходит 2017 год в эти дни даже трамп прилетает в израиль и множество миссионеров двигаются в разных частях земли огромное количество людей в азии в индии в африке в мусульманских странах никогда не слышали ни одного слова о спасении еще миссии то есть огромнейшее число людей находится в неведении нету библии новых заветных языках а в некоторых странах это нельзя и делать потому что те попросту могут голову отрезать что же быть как быть этими людьми если вдруг суд завтра придет то что они все автоматически идут в ад я затрудняюсь конечно выносить какие-то четкие однозначные фразы но когда я читаю про ангела наделенного громадной силой и способностью разнести вечное евангелие радостную весть до края земли пускай эта задача была поставлена перед людьми но когда человек не справляется как написано в послании евреев евреем что ангелы служебные духи посылаемые для служения людям и вот случается и возможно ангельская помощь понадобится для того чтобы каждому человеку в свойственной его культуре традиции на речи языке как здесь сказано была необходимость бы показать спасительную истину и на самом деле здесь мы даже также согласиться что это спасительная истина каждому народу должна быть предложена в его формате потому что если мы американскую благую весть в американском понимании будем предлагать какому-нибудь жителю тумба-юмба он ее просто не воспримет так же как сегодня некоторые миссионеры приходят в израиль и пытаются обратить со всеми вытекающими понятиями евреев которые все тысячелетия поклонялись богу аврама и царя кого авраму и царку я кого богу аврама царку я кого обратить в христианство не надо никуда ничего никого обращать израилю нужно просто дополнительное откровение откровение сына божьего и не обращать а расширять обращать нужно как я уже повторился повторяюсь тем которые вокруг столба прыгают и поклоняются в воду их нужно обращать к вере в бога на 180 градусов оборачивая их назад но суть здесь того что такова что каждому народу в его языке в его традиции важно принести слова божьи и тогда результат будет очень эффективен я вот говорю вам эти слова и вспоминаю самого эффективного проповедника которые упомянут в священных писаниях и исторически я не припомню что я бы знал кого-то другого знаете кто был самым эффективным это был иона он пошел в неневию человек но его заставили пойти туда он не очень не хотел но он был эффективен потому что языка того народа не знал тот народ не любил желал тому народу только зла но господь использовал его уста и написано вся неневия от мала до велика покаялась но будем надеяться что у ангела будут подобные способности читаем дальше он восклицал громким голосом бойтесь бога и воздайте ему славу ибо пришел час его сюда так поклонитесь создавшему небо землю море и источники вот но вот видите в чем заключается и в англии бойтесь творца то есть подчинитесь его стандарту час его суда пришел а если мы говорим час его сюда пришел а он вверяет суд только своему сыну значит будет дано понимание о о сыне божьем и так поклонитесь сотворившего сотворившему небо то есть подчините свои жизни ему и отвлекитесь раскаетесь в чем вы грешили против него поклонитесь ему потому что не теория дарвина не какие-то макро микро а земля море источники вот это он все творец всего ему воздайте славу и подчините ему все области жизни интеллектуальные ваши способности то что вы думали что она так она иначе подчинитесь ему читаем дальше 8 стих еще один ангел летит за ним следом и восклицает пал пал вавилон великая столица яростным вином своего разврата упоившая все народы знаете вот здесь бы неплохо бы поговорить немножко про вавилон вавилон город который был построен в на территории современного ирака до сих пор там есть раскопки сожженной великим пламенем башни исследователи которые раскапывали ее так это или не так но так я по крайней мере читал находили остатки башни из кирпича расплавленного то есть мы знаем что кирпич чтобы он стал кирпичом этот брик этот блок его обжигают то каково должно было быть пламя температура того пламени чтобы этот блок просто потек в стекло это уровень атомной бомбардировки то есть когда господь по всей видимости смешивал языки и остановил строительство башни наверное он там прикоснулся пальцем и последствия были хуже чем любая ядерная бомбардировка ну это предположение но не в этом дело что же такое вавилон я уже говорил это был бунт народов против творца и повторюсь еще раз как и в прошлой передаче я говорил что очень часто мы люди склонны вину перекидывать на демонов на бесов на сатана и на прочее да они существуют да у них есть определенная вольность вредит нам только то тот уровень вольности который господь бог позволяет им делать они не могут перешагнуть но с другой стороны когда они нас провоцируют мы можем укрепившись в боге противостать и отойдут или можем пойти следом их и наше зло соединяясь с тем злом который нас как бы провоцируют начинает соединяться и усиливаться таким образом масса людей даже не будучи злы по натуре углубились во зло стали сосудами в бесчестии и вавилон это не бесовщина это первое человеческое восстание беспрерывно подпитываемая злом людей наполняемая злом людей до сегодняшнего дня это является общим вавилоном против этого концепта людей наполняющих своим злом и отравляющим весь мир злом господь по писанию поднимает авраама и через авраама израиль делает как написано в сорок первой главе исса израиль инструментом в руках господа бога чтобы разрушать этот вавилон потом в израиле для восстановления израиля приводит мессию и шо чтобы и шо очистил израиль сделал его реально молод силам сильным сильной кувалдой в руках господа укрепляет израиль уверовавшими из язычников весь этот англомерат назван божьим народом или клести или церковью или как хотите назовите но это соединение израиль и народы через иешуа которым господь бог хочет сокрушить вавилон и вся та битва сегодня добра и зла это не добра это не битва между богом и дьяволом они не дерутся дьявол инструмент в божьих руках господь над всем восседает вообще ни с кем не дерется что что его воля провозглашает то и случается но на земле происходит духовная битва зла и добра это люди зла и люди добра и другого не дано еще один ангел летел за ним следом восклицал пал пал вавилон столица великая столица яростным вином своего разврата упоившая все народы еще один третий ангел следовал за ними восклицая громким голосом если кто поклоняется зверю его изображению и носит на лбу или на руке клеймо тот будет пить из чаши божьей ярости вино его гнева вино чистое неразбавленные будут истязать его в огне и сере пред святыми ангелами перед ягненком ну здесь такая немножко странная картина мы всегда представляем ягненка ли агнца божьего и шо вот это всегда атмосфера добра такой шалом арфы играют а здесь в перед ними ангелы и вавилон и народы и все горит и сжимается под давлением божьей ярости на самом деле включаются те принципы которые извратили но невозможно извратить божьи принципы основным принципом тора является мера за меру и что вы сеете еще говорит то и пожнете какой мере и меряйте такой будет отмеренной то что вавилон зло делала другим это начинает в концентрированном виде выливаться на них дым от их истязаний поднимается вверх 11 стих во веки веков и ни днем ни ночью нет покоя тем кто поклоняется зверю его изображению и заклеймен его именем то есть люди принявшие решение мы избираем путь без божия мы будем гуманистами и мы нарушим божьи стандартные человека жития это не значит что они только попирают права других людей этого может и не быть но они свое тело попирают они попирают принципы морали и господь бог будет вести с ними суд этим святой народ божий те кто исполняет заповеди бога и верим ешу ешуа призываются к стойкости опять повторение прошлой главе мы читали то же самое будьте стойки и вы тогда победите затем я услышал голос неба 13 стих 14 главы запишет ныне счастливы мертвые те что умерли в вечности господу да говорит дух они отдохнут от тяжких трудов своих потому что дела их следуют за ними но здесь поощрение что мир пост жизнь после этой жизни имеется виду когда человек умирает и он верен господу то он отдыхает его надломленности исцеляются божьим милосердием божьим прикосновением и увидел я 14 вот белое облако а на облаке сидит никто подобный человеку на голове у него золотой венец и в руке у него острый серп еще один ангел вышел из храма громким голосом крича сидящему на облаке пошли серп и жни ведь время жатвы настало созрел урожай земли ешуа говорит жатва побелела то есть по всей видимости сидящий на облаке это он и ангелы обращаются к нему также жатва или послать серп это также образ образ суда написано суд отдан сыну бог и не судит никого но весь суд отдал сыну и сидящий на облаке швернул свой серп на землю и земля была сжата и другой ангел вышел из небесного храма у него тоже был острый серп еще один ангел кому была дана власть над огнем вышел от из жертвенника и громким голосом закричал ангелу с острым серпом пошли свой острый серп срежь виноградные грозди земли виноградника потому что грозди его созрели швернул ангел серп на землю срезал земной виноград и бросил его великую давильню божьего гнева и были растоптаны гвозди грозди в давильне вне города и переливалась кровь через край до давильни и поднялась до высоты конской узды и разлилась на 1600 стадии здесь говорится о судах суды реальные кровь наказание если мы сегодня посмотрим новости то мы видим все эти вещи случаются виноваты ли те люди я не могу сказать виноваты или невиноваты бог знает кто виноват когда-то еще сказал были ли те на кого упала башня более виноваты чем вы нет но так будет если не будете следовать за господом богом опять призыв мы читаем я повторяюсь из 14 главы 12 стих этим святой народ божий кто исполняет заповеди бога и верен ешуа призываются к стойкости то есть наша задача верно ходить за господом богом и он обещал миловать нас прошу вас быть внимательны тому что дух божий говорит в ваших сердцах будьте благословенны шалом вам из сиона мы приближаемся к празднику шавуот и я желаю вам полноты тары и руаха кодыш полноты божьих заповедей и святого духа и пусть господь благословляет вас обильно миссианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о миссианстве и ишуа а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w.oasis.media.tv